МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже больше двух месяцев идут работы по благоустройству левого берега реки Сати. С генподрядчиком выступает смоленская компания «Причал». Стоимость контракта составляет чуть больше 29 миллионов рублей. Благоустройство набережной должно быть завершено к середине ноября. О том, как идет благоустройство, расскажем в следующем репортаже. Если верить информации на этом плакате, то благоустройство набережной началось 30 июня 2020 года. К 12 ноября левый берег реки Сати напротив парка имени Зернова будет выглядеть так. Архитектору Ульяновской мастерской придумали для сравчан витализирующий парк. От латинского слова «вита» – «жизнь». Предполагается, что эта территория станет местом, где горожане будут восстанавливать свои внутренние силы и заряжаться позитивом. Работы по благоустройству набережной ведутся уже два месяца. Репортаж мы начали снимать на прошлой неделе. За несколько дней кардинальных перемен не видно. Разве что дорожку, которую начали делать, частично засыпали песком. Тогда же мы обратились в администрацию города за комментарием по благоустройству левого берега Сатиса. Но до сих пор чиновники не смогли выделить время и рассказать о том, кто выполняет работы, сроках реализации проекта и сумме контракта. Всю информацию, представленную в этом репортаже, мы нашли в открытых источниках. Генеральным подрядчиком выступает смоленская фирма «Причал». Стоимость контракта – 29 миллионов 243 тысячи рублей. К середине ноября этого года эта территория должна кардинально преобразиться. Если, конечно, верить дизайн-проекту. В техническом задании основными статьями расходов стоят транспортно-пешеходная сеть, озеленение территории, система видеонаблюдения и оповещения, установка входных групп. На малой архитектурной форме заложено чуть больше 700 тысяч рублей. Территория, которую предстоит благоустроить, занимает чуть больше 12 гектаров. Она протянулась от Маслихинского моста на севере до нового моста на улице строителей Захарова на юге. На востоке она ограничена домом ученых и малоэтажной застройкой, на западной стороне – речкой Сатис. Напомним, что левый берег Сатиса будет благоустроен по программе формирования комфортной городской среды на основании голосования горожан на портале «Голос.ЗА». В рамках этого же проекта в прошлом году проводили реконструкцию лыжной базы. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Около 90% зараженных коронавирусом совершенно не опасны для окружающих и потому не могут считаться больными. К такому выводу пришли исследователи в США. Как передают New York Times, специалисты в области здравоохранения провели эксперимент в трех штатах. Они установили, что стандартные тесты на COVID-19 определяют заражение в том числе у носителей незначительного количества вируса. Маловероятно, что такие люди могут заразить других, считают ученые. Чтобы выявлять настоящих больных, эксперты предложили сократить число циклов для определения инфицированных при ПЦР-диагностике. Действие ПЦР-теста основано на том, что генетический материал вируса циклически увеличивается. Чем меньше циклов необходимо, чтобы отловить вирус, тем опаснее зараженный. Американские ученые считают, что количество циклов нужно сократить с 40 до 30-35. Этого достаточно для определения контагиозных больных. Между тем, все больше стран открывают свои границы для россиян. Греция разрешила въезд нашим согражданам 7 сентября на определенных условиях. Республика будет впускать до 500 человек из России в неделю. У них должны быть справки об отсутствии коронавируса, полученные не позднее, чем за 72 часа до отправления, и вауча с подтверждением броненомера в гостинице. В России подтверждено еще 4952 новых случая заболевания. Из них 147 в Нижегородской области. В Сарове за сутки выявились 7 больных. Из тех, кто госпитализирован, 20 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. С 4 по 6 сентября на интернет-площадках Сарова пройдет молодежный онлайн-форум «Новая реальность». На протяжении трех дней специалисты в разных сферах будут читать лекции по темам добровольчества, медиа, лидера общественного мнения, молодость в новом измерении. Участником форума можно стать, собрав команду из пяти человек или присоединившись к уже имеющимся коллективам. Образовательный блок будет доступен для всех желающих. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-78-14 для лиц от 16 до 35 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 12 и 13 сентября в Сарове пройдет первенство Нижегородской области по лыжероллерам. Из-за непростой эпидемической ситуации участников будут допускать к соревнованиям только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Его необходимо сделать не ранее, чем за трое суток до начала соревнований. Церемонии открытия первенства стартуют на лыжной базе в пятницу 12 сентября в 10.30. Спортсмены померятся силами на дистанциях от 2 до 14 километров. В воскресенье 13 сентября в Сарове пройдет традиционная ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Осенний завоз». В ней примут участие несколько десятков производителей из Сарова, Нижегородской и Владимирской областей. На торговых прилавках будет представлена мясная, молочная, колбасная, хлебобулочная и плодо-овощная продукция, а также мед, саженцы и товары народных промыслов. Ярмарка начнет работу на территории городского рынка в 8 часов утра и завершится в 15.00. В Нижегородской области началась расчистка рек. В рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеева-Саров» в порядок приведут Сатис, Тешу и Вичкинзу. Для каждой из трех этих артерий предусмотрен свой перечный работ. Касательно реки Сатис благоустройство будет включать в себя расчистку от песка и иловых наносов почти 6,5 километров русла. Этим займется специальный экскаватор, который погрузят на понтон. Поднятый со дна илый песок пересыплют в контейнеры, а затем утилизируют в специально отведенном месте. Сбор мусора раз в неделю. В то время как контейнеры СТКУ у многоквартирных домов очищают несколько раз в неделю, жители частного сектора вынуждены носить свои мусорные мешки за сотни метров. В администрации предложили выход из положения – самостоятельно грузить мусор в машину, которая будет объезжать район индивидуальной жилой застройки раз в неделю. Подробности далее. На протяжении нескольких месяцев жители Тиза, Яблоневого сада и аэродрома обращались в администрацию города с вопросом, когда же в их районах появятся дополнительные контейнеры для мусора. Большинство мусорных баков находятся далеко от дома, и идти от них жителям приходится более 500 метров. В условиях сложившейся застройки городской и при наличии градостроительных и санитарных ограничений оборудовать дополнительное количество контейнерных площадок не представляется возможным. В условиях невозможности оборудования дополнительных мест был рассмотрен вариант пакетированного сбора как альтернатива. Теперь выбрасывать мусор жители Тиза, Яблоневого сада и аэродрома будут по графику. Каждую субботу и воскресенье специальная машина будет проезжать по территории жилых застройок в определенное время и собирать мусор. Увидев машину на улице или услышав ее сигнал, следует вынести пакеты с мусором и самостоятельно погрузить их. Граждане мусор в пакетах к этому времени выносят и обеспечивают погрузку мусора, выводящий транспорт. Наверняка найдет категория граждан, таких будет немало, я думаю, которым этот вариант будет удобен. В то же время площадки контейнерные остаются. Кому неудобно в это время, например, выносить мусор или какие-то другие причины, что человек не хочет пакетированным сбором заниматься. Площадки остаются, пожалуйста, можно пользоваться ими. Время вывоза мусора в районах ТИС и аэродром по воскресеньям с 14 до 18.00, а в Яблоневом саду по субботам с 10 до 13.00. Машина всегда будет двигаться по одинаковому маршруту. И вскоре каждый житель сможет определить время подъезда к своему дому. Вывоз мусора из частного сектора далеко не единственная проблема в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в нашем городе. Несанкционированные свалки в садоводческих товариществах, брошенные прямо на парковках бункеры, провал инициативы по раздельному сбору мусора. На протяжении многих месяцев наша редакция разбирается с обращениями жителей по этим вопросам. В администрации предлагают пути решения, но далеко не всегда они совпадают с тем, что горожане ожидают услышать. Очередное обращение нам поступило по поводу свалки в гаражах. Груда мусора на въезде в гаражный кооператив номер 10 растет с каждым днем. Раньше на этом месте стоял контейнер. Летом его убрали, но привычка бросать здесь мусор у владельцев гаражей осталась. Мусор, его несколько раз поджигали уже. Представляете, вот эта свалка загорится сейчас, что-то будет. Здесь несколько машин пожарных, надо, чтобы приехали потушить. Тут гаражи, там гаражи, мало ли что будет. Искры летят. В администрации города нам сообщили, стихийная свалка растет из-за того, что пока не ясно, кто отвечает за уборку мусора на территории кооператива. Вопрос обещают решить уже в ближайшие дни. Выйду на место, определим, на какой территории, на чьей земле находится этот свалк, и уже в дальнейшем мы тогда решим вопрос. В зависимости от того, на чьей территории располагается этот мусор. Если на территории гаражного кооператива, значит, будем связываться с председателем, чтобы он организовал его с мусором. Если вопрос с уборкой мусора на территории кооператива обещают решить, то с другой проблемой владельцам гаражей, похоже, придется разбираться самостоятельно. Зимой здесь поменяли электропроводку, но, по словам собственников, электрик во время ремонта соединил несовместимые провода, что может привести к короткому замыканию и пожару. Метцалюминием она несовместима, потому что у них разная степень расширения приводит к нагреву и пожароопасность ситуации. По техникам электробезопасности это категорически запрещено. Вот такая система. И здесь, в нашем блоке, ребята сами своими силами проводили проводку полностью на этот блок. Потому что ждали, ждали, когда все сделается нашей организацией. Но ничего не получалось. Переживая за свое имущество, собственники гаражей неоднократно обращались с жалобами к председателю кооператива Николаю Анашкину. Однако он упорно игнорирует все вопросы. По телефону Николай Анашкин заверил нас, что проводка в гаражном кооперативе сделана по всем правилам безопасности и по специальному проекту. Правда, показать этот проект председатель отказался. Верить ему на слово собеседники не готовы. И многие поменяли проводку в гаражах за свой счет. Остальные же, если вопрос в ближайшее время не решится, планируют обратиться в прокуратуру. Воспитанница ДШИ стала лауреатом второй степени на международном конкурсе музыкально-художественного творчества «Звуки и краски столицы». Саровчанка участвовала в нем дистанционно в номинации «Академический вокал». Воспитанники детской школы искусств во время пандемии записали десятки видео выступлений для дистанционных конкурсов. Во многих из которых саровчанам удалось занять призовые места. Дарья Чернова за лето успела поучаствовать в нескольких вокальных состязаниях. В международном конкурсе «Звуки и краски столицы» девочка стала лауреатом второй степени с композицией «Дедушка». По утрам мы вместе с ним делаем зарядку, А на празднике в гостях ляжем с ним в пусятку, Где нам очень догожусь круче в наградах. Академическим вокалом Дарья занимается всего год. До этого ходила на уроки хорового пения. Девочка также увлекается игрой на фортепиано. В свои семь лет она убеждена, что многое зависит от внутреннего настроя. Я думала, все уже, ничего не получится. Я вставала и ни капельки, ни шагу назад я себе говорила. Только вперед и только вперед. Жюри конкурса поблагодарила педагогов Дарью Кварту и Ольгу Рыжову за подготовку Дарьи. Оценила выбор репертуара и наряд юной вокалистки. У нее очень хороший слух, но вообще данные хорошие. Конечно, голосок пока маленький, она сама еще маленькая. Она всего лишь год проучилась. Советовали еще работу на дикции, но в принципе она только начала, так что еще все впереди. В детской школе искусств вовсю готовятся к возобновлению очных занятий. В ближайшее время руководство подготовит расписание и юные таланты приступят к обучению. В Сарове стартовал традиционный фотоконкурс «Краски лета-2020». Участники могут представить свои работы по нескольким номинациям. Сдать их нужно до 11 сентября. Подробнее о конкурсе расскажем в следующем репортаже. Сегодня, чтобы быть фотографом, не нужно специальных приспособлений. Камера в телефоне всегда под рукой. И у многих в фотопотоках хранится немало интересных кадров. Чтобы эти снимки увидели мир, традиционно в начале осени сотрудники станции юных техников предоставляют такую возможность. Они проводят конкурс «Краски лета». В этом году работы принимают по нескольким номинациям. Пейзаж, портрет, жанр, дары лета, загадочный мир животных, зеленая планета и лето – это маленькая жизнь. Сами номинации подсказывают, что должно быть в этой тематике. То есть, если это зеленая планета, то это как раз экологическая тема. Если загадочный мир животных, здесь могут быть изображены и насекомые, и птицы, и животные. Жанровые фотографии – это вообще свободная тема. И здесь можно такие интересные по содержанию фотографии представить. Конкурс «Краски лета» сотрудники станции юных техников проводят более 10 лет. Здесь совсем не важно, профессионал вы или просто любите фотографировать. Главное, чтобы снимки были качественными и передавали атмосферу места. Учащиеся образовательных учреждений города, учащиеся начального и среднего профессионального образования. Это могут быть семейные коллективы, это воспитанники фотографических коллективов. То есть, достаточно большая такая аудитория, которая может принять участие в данном конкурсе. Творческие работы могут быть цветными и черно-белыми, формат А4. Фотографии в станции юных техников принимаются до 11 сентября. Работы победителей отправят на следующий этап конкурса в Нижний Новгород. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова